приветище сегодня мы с тобой поиграем в новенькую игрушку которая находится еще в бете называется она tora survival играть будем за вот этого чувака который видишь вертит башкой он стесняется он не хочет нам смотреть прямо в камеру но ничего страшного в общем игра напоминает из себя что жанр выживания естественно жанр тайкон то есть мы сейчас находимся в таком поселке небольшом это наш поселок удивительно что тебя закидывают в игру про survival про выживание и у тебя уже есть свой поселок я видимо какой-то олигарх местный здесь зомби апокалипсис как уже понятно наверное хотя не совсем понятно нет ни одного зомбаря олени бегают они не зомбированы это нормальная олени значит я здесь буду все вот это обустраивать постепенно сюда будут приходить выжившие и в моем поселке будут жить люди которые будут мне всячески помогать их нужно будет кормить их нужно будет обувать одевать но насчет обувать одевать я не знаю знаю только что нужно будет кормить в общем начнем значит вот мой стол чё нам нужно давай откроем сходите на склад и возьмите топор нет проблем пошли за топором так как это еще бетка тут еще много чего не реализовано надеюсь что будет вообще капец как интересно играть значит вот он склад выглядит он вот таким вот образом его тоже потом можно будет улучшать расширять и все такое то есть огроменный склад и все для меня можно в него даже не входить а вот прямо отсюда вот все вот это вот забираем вы можете получать древесину ну как бы как и везде копать руду добывать камень и прочь прочь топор мы взяли давай-ка мы теперь откроем наш журналь ой это я сразу в таланты зашел можно в принципе прокачать и таланты тогда раз я уже сюда зашел 30 урона в ближнем бою почему бы нет чё еще у нас тут есть здоровье устойчивость голоду скрытность пока не хочу скрытности размеры инвентаря наверное вот этот мы сделаем для выживания это сейчас очень важно дальше сила повышает здоровье ловкость скорость принта интеллект вы более эффективно торгуете создаете предметы выносливость повышает устойчивость голоду жажде и усталости вот этот вкачаем наверно значит по журналу то чего нас там собрать 30 древесины ок пошли рубить деревья время у нас сейчас 11 10 когда наступит ночь будет капец на самом деле ничего страшного не произойдет у ягодки надо забрать перекушу потом просто будет темно и не очень комфортно передвигаться по этой земле освещение что-то нету поэтому да кстати тут есть автомобили какой зомби-апокалипсис без автомобиля вот тебе карт тут от рядышком есть тачка мы за ней обязательно всходим заберем она находится в городе ну там не совсем город это как бы деревушечка небольшая олени бегать мы на них поохотимся но чуть позже все по заданию сейчас пока что делаем рубим 30 бревен если надоело рубить можно просто пеньки пособирать как почему почему бы нет выкорчевываешь собираешься получаешь два бревна задание выполнено 100 опыта и 100 баксов бабки как ты понимаешь имеет свое целенаправленное значение то есть обычно в зомби-апокалипсисах и сурвайвалах ты чем-то меняешь ну как бы бартер ты переносишь мясо тебе взамен дают патроны нет тот же все торгуется за бабки первая постройка которая у нас есть мастерская продвинутый крафт вот такая чудесная штука у нас есть жалко что нет анимации строительства как это мы пыжимся и напряжно строим вы можете создавать различные предметы здесь что как бы ок сейчас мы этим и займемся нам по заданию что там нужно сделать изготовить и лук чтобы пойти потом но охоту нет проблем лук крафтим готова нам дали еще 20 стрел за выполнение повышение уровня дает выживавшим очки эти очки ты можешь распределить что мы уже ранее делали и вот поскольку нам дали еще не прокачаем например урон в ближнем бою это нам пригодится и и и вынос еще раз прокачаем пойдем теперь охотиться нам нужно застрелить оленя а оленя я здесь что-то в округе не вижу надо бежать обратно где я рубил древесину там их вагу а прям к нам забежал смотри-ка стоять куда ты бежишь там тупик там тупик да что ж такое то да елки-палки вот это я кривлю вот это я мазю давай есть попадание стоять стоять говорю блин догони его еще попробую надо будет еще вернуться стрелы забрать стрелы этот дефицит нынешняя время цель выполнена собрать 5 сырых стейков но у меня их тут целых 8 есть еще кожи забираем задание выполнено насчет стрел стрелы надо не забывать про стрел их собираем обязательно другие стрелы ушли по текстуру и беда их никак не вытащить тогда надо здесь стрелы по вытаскивать вот они мои красоточки ну костер я думаю напротив своей палатки мы сейчас сделаем переходим в крафт и ищем где у нас тут можно кострище замутить вот он костер крафтим и вытаскиваем его из нашего инвентаря разместить прям здесь готовим жареные стейки 5 штук вот один вот образом все они у нас есть и мы получаем за это соточку неплохо давай-ка мы вот эти стейки которые изготовили они плюс 40 голода утоляет вот сюда поставим вместо тушёночки тушёночка это золото нашем мире пригодится теперь нам нужно сделать из бревна вот такие вот доски сколько там их 10 штук так что десяточку накидываем и крафтим самое что прикольно то что тебе нужно 10 скрафтить те сразу же моментально 10 и крафтится не по одной вот так вот 1234 а сразу десяток и это круто построить сборщик воды для этого нам нуждают ткань ткань у нас получается из листвы листву я набирал когда рубил деревья так что в принципе вон у меня 57 штук так что давай ткань и мы штук 10 сделаем тоже и вот теперь мы можем построить сборщик воды чтобы у нас всегда была питьевая вода пресная очиститель дождевой воды построить вот такая вот интересная приблуда с кучей пластиковых бочек и нам дали здесь пять металлолома помимо соточки ну конечно сотки опыта теперь отправляйтесь город и найдите металлолом вот наконец-то но прежде надо прокачать свои таланты значит перезарядка вот мне всегда было интересно это перезарядка относится и к луку тоже или только к оружию непонятно поэтому я предлагаю вкачать устойчивость голоду и интеллект чтобы более грамотно торговать и создавать выгодно для себя предметы ну то есть меньше на крафт будет уходить ресурсов а мы бежим вон в тот город кстати это не тот город где есть тачка да тут есть тачка мы сейчас еще и тачку чтобы свистнем офигенно вот они первые представители мозга отсталых ну то есть зомбари один уже ко мне бежит получай кстати без разницы куда ты ему стреляешь в голову или в туловище он все равно получает 40 дамага стрелы вытаскиваем а где еще стрела так что-то в него много раз стрелял а стрел всего одну вытащил неприятно как-то о панк зомби панк можно конечно напасть на них с топором но вот урон который они мне нанесут это будет не очень приятно во сколько много то учеб гопники строителей гопники у одного там рука на кости еле-еле висит готов один стрелы 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 первым делом стрелы конечно же вот вот так вот чем у него тут патроны баксы это уголь уголь в кармане носит видимо санта клаусом притащил за плохое поведение уголь с этой барышней ничего взять не могу она пустая видимо было либо я ее уже зачистил но забыл затупил ого я сейчас ему какой-то критический урон нанес прям красным всплыло not bad у него здесь о рюкзак маленький рюкзак вот это мне пригодится надеваем его давай вот сюда перетащим теперь у меня за спиной рюкзак отлично и конечно же вот стрелу забираем идем дальше военный у меня 5 стрел осталось давай мы их оставим с топора попробуем его зарубить можно конечно было его обойти критический кстати пока ты его бьешь он тебя не может ударить видимо это что пустая стеклянная бутылка в пустую бутылку можно что-то набирать две бутылки она пластиковая другая стеклянная ну и хорошо значит вот так вот есть пить пока не хочу спать тоже не хочу мусорка кстати на мусорке вполне может быть что-то интересное ухты ухты мы вышли из бухты бородач на меня напал на тебе он по мне промахнулся да вроде что тут у тебя патроны алкоголь есть пригодится деревянные вот такие вот коробки ломать не могу не очень крут пожарник он ходит очень много здесь у нас тут аккумулятор очень много здесь нпс разнообразных это не может не радовать это прикольно ну как бы реально ты заходишь большой город где очень много разнообразных жильцов было и сотрудников так это чё у нас лут а металлолом электрическая плата сюда запрыгнем есть мы зашли это чё автосалон или автосервис какой-то залутать ухты на тебе но вот это я разворот винту ку ему какую замутил задание выполнены а я металлолом весь собрал ну подождите я еще тачки не обыскал тут тачки можно в тачке конечно не ахти какие-то тоже металлолом ты чё ёлки это менеджер по продажам видимо который на меня напал сода сода есть это хорошо открывай тачку я тут все обыскал да закрыть или открыть это медсестра там ходит чё сими лутаем ваша по 5 спины кто-нибудь не напал какой-нибудь засранец металлолом и аккумулятор эта тачка не открывается есть что-нибудь тут интересно какие журнальчики чем почитать баксы может быть в столе нифига нет тут у нас еще сортир нет ничего ладно сюда мы еще вернем все нифига себе тут же тачка должна была надо за тачку найти чё я сюда шел то не только за металлоломом но и за тачкой у всех выживших есть показатели голода жажды и усталости вы можете утолить голод и жажду потребляя еду выжившие которыми не управляет игроки могут использовать еду со склада и или еды на базе ну короче понятно вот про что я говорил собственно то есть когда у тебя будут в поселении выжившие они будут еще и жрать у тебя пищу которую ты будешь носить к себе это чё будка что ли прикольно интересно зомби собаки здесь есть так вот эта тачка это не то что мы ищем это не та . . должна быть на колесах давай-ка я карту посмотрю мы прям вот где-то возле тачки ходим но ой капец темнеет не только не ночь фонарик 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 вообще говно не светит нифига опасно здесь ходить вот . вот а прям передо мной стоит ты же заведешься чтобы починить транспортные средства нажмите f стоя перед ними чтобы заправить транспорт а еще и топливо нужно елки-палки глядя на бензонбак построив гараж вы сможете улучшать транспортные средства то есть апгрейт делать как в need for speed прикольно это здорово значит не нуждается в починке это хорошо полный бак нифига си 25 литров обычно все тачки в реальности на 50 литров там еще чуть здесь всего 25 да ну пойдет ладно я думаю что можно сесть и поехать домой уже идти же она завелась даже аккумулятор не надо было прикольно а фары можно включить фары включать вообще нормально зомбарям пофиг они не кидываются на тачке с одной стороны это хорошо не надо будет ее чинить на самом деле тачка выглядит как картонная прикольно да ты только начал играть и у тебя уже тачка есть ай да ай да красавчик нам сейчас нужно будет кухню построить город вот так вот в темноте выглядит а мой город весь освещен у меня как будто там электрогенератор здоровый стоит не знаю за счет чего у меня поселок освещается но как бы есть освещение кухня у нас будет здесь выходим с тачки а я воду выпил нет надо было пить и ничего жигуля жигуха нормально у меня до желтенькая как такси значит кухня отстраиваем ее а деревяшки надо сделать сейчас ходим сейчас ходим и сделаем деревяшки вот это у нас типа горн здесь можно отливать слитки разные чтобы строить кирпичные какие-то постройки вот деревяшки 10 штук мне надо ах а мне не хватает придется сейчас пойти и это рубить даже не десяток надо двадцатку пеньки мне бы сейчас пеньки пригодились пособираем мы с тобой пеньки и рубим я насобирал я короче пеньки нарубил деревьев значит двадцатку максимум сколько я могу 12 мне походу опять не хватит три доски не хватило доделаем три штуки и ночью конечно же ночью бабахаем себе отличнейшую отменную кухню у меня там даже гриль есть сковорода гриль и умывальник отлично 10 яблок еще в придачу дали на сейчас будем из них что-то готовить построить барак о блин опять надо 10 досок придется тут всю территорию вырубать сейчас сразу с запасом нарублю чтобы потом не не носиться за этими досками я себе накрафтил 34 доски и этого хватит нам сейчас чтобы построить барак и еще что-нибудь барак готов в этом бараке может жить четыре человека включая меня наверное хотя у меня палатка там зачетная стоит увеличьте население лагеря до двух и как мне это сделать мне нужно съездить и кого-нибудь вытащить откуда-нибудь и привезти его сюда по ходу да найдите соратника ну что ж я наверное надо да вычистить все мои находочки бабки возьму с собой мало ли вдруг наткнуть на какой-нибудь магазин веревки мне не нужны листья не нужны яблоки тоже хотя нет яблоки возьмем автомобильный аккумулятор я думаю его закинуть в тачку ну и как бы вот почистили инвентарь немножечко теперь закидываю в тачку аккумулятор у меня их целых четыре штуки пускай он тут потусит бабки можно в принципе тоже в тачке оставить мало ли вдруг я там куда-нибудь заложники попаду все бабки у меня отберут все поехали поехали искать кстати насчет аккумулятор я вот даже не знаю у меня есть в тачке прочность и есть бензин где кстати бензин искать его душе даже не чая у меня 23 литра осталось уже 22 и 9 надеюсь что в новом городе найдем чуть о да тут прям это аванпост это не город обнесенный забором причем да здесь вполне возможно чем прикупить вы можете приглашать людей присоединиться к своему лагерю после этого вы сможете назначать их на выполнение различных задач таких как добыча древесины или создание медицинских принадлеж вот это уже круто количество членов базы ограничено но его можно увеличить построив или улучшив барак что также поднимает моральный дух ваших соратников численность населения базы отображается в левом верхнем углу экрана когда вы находитесь на базе но ништяк о можно из четырех человек выбрать кого-то да интересно эту она я туда не заеду ладно тачку кидаем здесь бабки 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 я заберу поскольку это город надеюсь меня здесь никто не пристрелит ничего никто не отберет вот они жильцы значит можно со всеми тут поболтать поговорить я хочу купить кое-что а вот в принципе торгаш о бензин ремонтный набор для автомобиля фонарик аккумулятор может аккумулятор ему продать ладно пока не буду короче бензин я бы купил на самом-то деле один вот я бы купил у меня денег достаточно чтобы у меня было на всякий пожарный запас у меня какой-то был сейчас его сразу закину в багажник вот сюда одна канистра содержит 25 литров принципе ровно на целый бак автомобиля значит тут все с тобой можно поговорить его можно пригласить ты кто у нас что ты хочешь я хочу купить кое-что что-то пистолет рюкзак суппрессор супрессор это глушитель наверное да нифига си у него и у него арбалеты есть огненная стрела даже нормальный такой мужичок нормальный может потратиться на оружие или на рюкзак нормальный что ты продаешь аптечки бинты бинты хочу купить наверное штук 5 пригодятся очень пригодятся аптечку одну штуку возьмем тоже пригодится у вас тут водички можно где-нибудь набрать у меня бутылки пустые есть пойду в бар зайду посмотрю что там хотя нет подожди не буду торопиться еще на улице есть человек вот вот тот человек с которым можно что-то поговорить камень бревна она тут чисто ресурсы окей больше людей нет ништяк расцветает фонарик можно вырубить там вот у вас чё я там вот не смотрел все этого сцена какая-то манекены какие-то прикол ясно видимо здесь тусовка какая-то но здесь же бар поэтому тут тусня точно есть здравствуйте а тут и никого нет вообще тухло вот эту хляк можно с тобой поговорить хочу купить кое-что она тут можно в принципе пожрать слушай тут вот жареная курица есть а ты дедуль что делаешь выпивку наверно продаешь вода алкоголь кстати от алкоголь надо было привести с собой продать тут как бы я не пьющий потому что потому что как бы сложные времена нужно быть всегда трезвым здесь есть номера то есть как в отеле можно видимо в будущем я пока что не увидел где можно купить от номер и отдохнуть но в будущем я предполагаю что можно будет далеко от дома отдыхать в отеле чтобы побольше восполнить себе запас выносливости ну чё значит есть пират есть он тот бородач волосатый а то у нас кто я бы девушку хотел этот у нас блондин золотовласочек давай вот блондин нет пирата давай пирата возьмем пирата он прикольный такой он не похож конечно на пирата но пландана у него зачетная так что давай предложить присоединиться к лагерю не хочешь присоединиться ко мне жажда гурман шеф-повар старшими он медик стать отличный зовут его гонзалес так я понял у каждого еще свои характеристики есть ладно давай посмотрим что у тебя шахтер охотник любитель поесть любитель выпить нет выпившие нам не нужны у меня с алкоголем не так уж хорошо сейчас а ты чё у нас но у того знаешь нет негативных никаких этих ну хотя алкоголь это же негативная последствия шахтер охотник любитель поесть любитель по выпить странно как-то как бы любитель выпить это про воду или про алкоголь вот тут есть два негативных жаждой гурман гурман это значит любитель пожрать прям прям капец как а шеф-повар это значит он здесь изыски будет готовить и блюдо классно старшими медик короче ладно возьму тебя несмотря на то что у него два негативных медики нам нужны задание выполнено что ты идешь со мной пошли пойдешь нет нет пойдешь не пойдешь окей я и на оставшиеся бабки на оставшиеся бабки хочу купить себе пистолет купить пистолет а патроны вот единственное не знаю где патрона раздобыть в чем проблема можно арбалет еще купить на это капец он стоит грёбаных 480 бакс ладно и средний рюкзак наверное возьму вот этот вот поменяю сейчас а то вот этот рюкзак продам наверное продать его нафиг сколько я получил бабок блин не пропустил где бабки тут здесь не отображается мои бабки а так вот они вот здесь отображается только где-то сверху лечить ясно короче я что-то продал и даже не понял за сколько но явно не за много там за копейки какие-то пистолет значит переносим вот сюда блин с патронами конечно обидно ну все возвращаемся домой я кстати жрать хочу надо стеки поесть голод толить и поспать надо бы очень всю ночь прошлялся надо было поспать ночью а я ерундой какой-то занимался да о смотри а там что у нас домик какой поехали съездим посмотрим что тут у нас мусорка можно пока вы поковыряться рюкзак еще нашел кстати вот сейчас попробую его продать морковка нифига себе удачно заехал пожрать сейчас тут на собираю мне все-таки надо теперь прокармливать плюс еще одного человека так что все ресурсы надо подбирать сожачки все остальное найдется тут явно кто-то живет похоже по крайней мере на это тут не взять ничего точно вот этот наборчик не взять ну как бы сам видишь тут совсем все плохо аккумулятор три штуки целых в генераторе в мусорке о ремонтный набор отлично кстати вот сейчас рюкзак за 50 серьезно 50 долларов и можно продать то есть я 50 выручил за прошлый рюкзак это тоже маленький до маленький рюкзак ну окей поехали отсюда пока что больше никаких интересных мест этот не увидел асфальт просто вообще гонг пушка никакой ямки никакой преграды вот это вот все вот знаешь то он тоже . стоит какая-то нет мы сейчас едем то поселение где я угнал как раз тачку тут как бы ничего интересного поэтому перевернутый грузовик надо будет еще раз сюда вернуться и все здесь обшарить на это потом мне нужно поселенца нового принять а еще построить лазарет все я приехал я дома это чувак уже здесь как-то так быстро добрался я на тачке их вообще ты мог сесть ко мне в тачку я тебе подвез поговорить переключить управление покажи мне что у тебя есть а нифига у него нету погоди а как понять переключи управление а я за него могу играть нифига себе ничего себе стой 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 нет так не пойдет нет давай я ему тогда рюкзак отдам стой 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 подожди покажи что у тебя есть вот тебе рюкзачок на рюкзак пожрать это я все сейчас на склад оттащу ну как бы как пускай у него нет кирку я не пускай рюкзак будет может он чего-нибудь там таскать начнет по поводу склада теперь так как есть у меня кто-то его нужно кормить вот морковка будет стойки надо приготовить 4 стойка давай сюда закину попить попить вот ему у меня все две бутылки с водой надо найти ручей с пресной водой или подожди вот сюда забежать посмотреть этот вода накопилась 50 литров у меня как раз давай наберем забрать отлично так пополнил бутылки с водой сейчас это все сюда закину как у меня разделить бутылки с водой так я не понял а вот они 7 бутылок давай две бутылки у меня будут 7 сюда все я думаю что для одного человека тут более-менее чем есть и жрачки и водички пойду сейчас стойки для себя приготовлю и надо кровати срочно сделать чтобы поспать а то сейчас прямо тут вы вырублюсь на этой дорожке кровать вот она кровать крафтим ее или подожди я могу поспать здесь своем бараке а точно отдохнуть отдыхаем тогда зачем крафтить и тратить ресурс когда можно в бараках поспать значит переходим к строительству лазарета нужно ткань нужно железо нужно дребесина короче куча всего и мне интересно как я могу своего подопечного попросить помочь мне где он кстати кстати где он вот он что-то тут делаешь а как насчет тут посмотреть что у тебя по по всему остальному ну в плане прокачки у него тоже самое персонаж вот черты его кулинария 3 медицина 3 то есть ты представляешь это как в стратегиях почти когда ты свое поселение развиваешь и там вот выбираешь личные характеристики здесь они тоже имеются и это круто вот блин написано вы можете приглашать людей после этого вы сможете назначать их на выполнение различных задач но как как это сделать то покажи мне что у тебя есть переключиться так видимо есть где-то какой-то центр управления самовар вот 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 здесь значит смотри я играю за джека у меня ник джек повар трудолюбивый шахтер и сонный я хочу вечно спать как мне назначить вот например гонзе леза отдыхает охота вот давай его на охоту но тогда ему лук нужно будет отдать давай ему на охоту а только на одно что-то на что-то одно добыча шахтер рубка леса вот рубка леса давай ты будешь рубкой леса заниматься поэтому я сейчас ему передам топор топорчик сейчас тебе отдам это конечно плохая идея покажи мне что у тебя есть на тебе топор ты идешь рубить лес или как надо кстати пожрать самому а то мне с голодом как то не хочу короче сейчас я буду следить за этим чебриком переключаемся на него даем ему топор надеваем ему рюкзак и возвращаемся обратно к себе короче этот чунгач кук походу ночью не хочет работать да и днем он тоже шибко не будет нужно найти чувака который именно рубка леса заинтересован и вот его назначить этот у нас шеф-повар может быть его в шеф-повар заделать но тогда нужно мясо добывать то есть на ход уходить как бы у меня сейчас нет времени на это я забыл топор кстати у него изъять раз он не рубит ну ладно без топора без топора патроны на пистолет забыл посмотреть сейчас вернемся значит и по патронам патроны 12 калибра это дробовик пять с половиной а мне какой блин не для пистолета бы написали какой калибр нужен я чё разбирайся в этом что ли ладно короче 5 5 возьму и 9 миллиметров вот кстати 9 миллиметров вполне может быть 308 калибр это крупняк и нас ты калибр это дробов понятно ладно давай достанем пистолет вот у меня там типа есть да зачем ты вот ну вы ладно попила попила перезарядимся смотрим чё перед 9 миллиметров короче патроны нужны для пистолета ну ладно и надо бы еще биту сделать 50 урона наносит она из 10 досок делать так что буду иметь ввиду а пока еду с пистолетом я думаю что меня есть пистолет есть лук этого вооружения мне будет достаточно вообще я жопа ленивая тут доехать до города как бы до потратить топливо либо дойти пешком и это топливо оставить на дальней поездке вот я лентяй ну ладно мне тачка нужно для освещения по большому то счету потому что темно ни черта не видно кстати вот можно войти войти в дом аккумулятор точно не сядет ремонта не ну ладно до аккумулятора не добраться пойду сюда в дом можете они тут найду а это магазин вообще на второй этаж не попасть фонарик включим а то слишком темно доставим ствол если вдруг что чтобы защищаться касса 34 бакса неплохо неплохо наверх залезть можно можно но сложно так я залез наверху шибко то ничего и нету отсюда если я спрыгну я отпадения ничего не получил видимо не слишком высокая высота штаны по ай-яй 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 вы чё дормоеды на тебе ох как хорошо бошки-то отстрелии значит надо по головам стрелять not bet штаны со шкафа надо забрать чё как-то 50 баксов вот эти штаны поинтереснее смотрятся поэтому я их надену эти штаны я кому-нибудь отдам в мусорке ничего нету там я был это автосалон и листа отчетом пик поймешь чё у нас здесь тут по большому счету пусто вот бочка есть какая-то порох чесит хорошо ткань неплохо 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 касса еще одна но ее тут не подергаешь не вытащишь нее монетки электрощиток наверху ничего нету можно в воду вот бутылка пустая заберем потом наполним принтер но печатать мне нечего банан как он тут не протух чита записки деньги 1 доллар не густо не густо идем дальше зомбарим ходят следующее помещение мотик мотик ржавый интересно здесь на залутать можно носить к сожалению нет а вот и сто так никто ко мне бегут 1 и 2 блин это круто что выстрел в бошку как в кино знаешь сразу уничтожает зомбаря это очень круто а по а где твое лицо ты спиной видимо стоишь ко мне до пустой ничего у него не было здесь вообще бинт это шикарно надо быть кстати забинтовать себе рано потому что я получил травму еще в самом начале и пока что я еще не превратился в зомбаря потому что он меня зомбарю дарил все это семена кукур можно будет фермерством заняться семена кукурузы если есть то здорово порох сразу вижу порох чемоданчик жалко чемоданчик пошарить нельзя тут у нас еще гаечный ключ отлично это для ремонта тачек пригодится шкаф порох плита 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 плата двери закрыты в окно и не буду тут выходить тут мы были шкаф хорошо сочетается с белой рубашкой заберем одежда всегда пригодится еще кто в шкафу хранит порох обычно все в сейфах каких-нибудь это все дело хранится о брюки капри это прям в руки или все-таки шорты вот на шорту больше похоже вам заберем шкафу есть клей и семена кукурузы опять-таки же тут ничего интересного пойдем в этот домик зайдем вот тут посмотрим о пахта подожди лут это чё шкаф что с окна золотал точнее с улицы можно посмотреть чего в почтовом ящике офигеть ты чё здесь в радиационном костюме то делаешь тут радиация где-то неподалеку есть типа знаешь а с какая-нибудь местная которая взорвалась как в чернобыле чего-нибудь типа того алкоголь не берется а жаль можно было бы где-нибудь сплавить например где я себе первого подопечного нашел там же бар можно был бы алкашку туда сплавлять ничего интересного о кафешка кафешка тут банан а нет это кукуруза давай запрыгнем сюда ничего вообще не густо непонятно что за помещение подсобка какая-то пустая так стоп-стоп-стоп что-то я где-то видел вот-вот-вот-вот-вот-вот видишь да вот тут все там плата эта мусорка наверное уличная на гриле нифига мусорка здоровая пустая ну да я плату в мусорке нашел вот этой алкоголь карно тут ничего интересного морковка медсестра что вы творите ей богу 9 миллиметров есть ведь миллиметров нету жалко хотя 10 патронов я где-то нашел бананы кукуруза ништяк по это видимо магазин был раз прилавки ништяк рассвело можно фонарик выключить с компа железяки вытащил забавно конфету нашел ничего себе подсластить можно будет себе жизнь немножечко мусор с камнями ну все вот этот городочек небольшой я весь залутал можно про него забыть и больше сюда не возвращаться тут чисто садимся в тачку и валим отсюда он кстати зомбарь ходит его сейчас попробуем сбить в дерево бы не въехать на тебе он встанет нет все как их быстро на тачке то лупить патрончики еще нашел зашибись возвращаемся короче домой смотрим как там наш лесоруб нарубил деревья хотя и сомневаюсь что это сделал сейчас посмотрим еще неплохо было бы съездить конечно за еще одним чуваком но там как мы уже помним не было ни одного любителя рубить деревья чувак я вернулся домой а он только проснулся да чё-то кровать топчешь и ты чё-нибудь сделал покажи мне чего у тебя есть древесина где древесину то я не понял может он ее на склад утащил я посмотрим я древесину на склад не скидывал 4 а нет этому этому это мой инвентарь 24 доски ладно возьму их возьму их по жрачке ничего не убавилось значит этот тип еще даже не ел ну и правильно не заслужил дрова не порубил значит есть пить не положено переходим к строительству лазарета плюс 5 восстановления после трав в медицинское хранилище строить оху прям такой полевой лазарет прикольно что дальше построить гараж кстати гараж это был бы круто здесь мы можем делать бинты антисептические бинты аптечки здорово здорово гараж значит для тачки моей он бы пригодился гараж скорее всего вот тут у нас это что за что это генераторная еще бы чуть-чуть железячек и я бы генератор но построил но не будем опережать события вот это гараж да наверное ферма это ферма где мы будем выращивать кукурузу а где же гараж то тогда сейчас я его поищу тут у нас что заброшенная тачка вот вот здесь гараж даже показывать на него стрелочкой персонализация автомобиля металлолом нужен ладно поехали металл искать let's go поеду вон туда в тот домик давай карту глянем где еще не был значит о я еду в тот дом где есть машина скорее всего да посмотрим что там за тачка у них стоит так 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 ничего себе тут кого-то сожгли на кресте обалдеть может это дом престарелых а это что у нас за вонючая какая-то фигня бегущая так бабули тихо тихо это реально дом престарелых полицейские это спокойно без паники забираем у них металлом есть это здорово то что мне нужно хорошо надо было правда выкинуть половину инвентаря средний у меня какой а я средний рюкзак покупал за 300 баксов ай-яй-яй штаны хорошие зеленые штаны забираем все какой здоровый зомбарь пузатый до первый раз такого вижу зомбарей здесь конечно дофига а там че игровой автомат смотри там игровой автомат обалдеть снайперскую винтовку нашел крутяк какой калибр она использует у меня кстати патронами знаешь чего нету надо прицел купить так ладно интересно его пробью нет указки пробил на шум отреагировали зомбари все бегут на меня отошел блин в голову не попал прикольно мне нравится то что если стреляешь в голову то как бы они сразу погибает если не попал то как будто твои проблемы стреляющие а учитывая что патронов не так уж и много то это выгодно стрелять в голову с этого чувака ничего не собрать по металлолому чуть-чуть не осталось много с пистолета странно что в каске но пистолета с одного патрона тоже выношу можно было бы с двух елки-палки не слышно вообще как они подкрадываются кто такой вот его просто разнесло и все что это там такое у тебя рюкзак штаны надо проверить что у меня полут у меня всего две ячейки осталось и как бы они сейчас заполнится у меня да скорее всего здесь дом престарелых какой-то был очень много этих каталог здесь еще а кстати а если сюда попробовать стрельнуть не без толку я думаю взорвется вон еще одна тачка смотри надо бы ее отвести отсюда к себе я проверю у нее чё с топливом там а ты чё такой живучий-то блин я столько патронов на одного потратил ужас просто жалко я бы даже сказал вообще не слышно они хотя бы звук какой-то издавали типа а ты чё спрыгнуть хочешь суицидный зомбарь первый раз вижу такого вообще он сейчас прыгнет да не может спрыгнуть забавно бочка сейчас подожди вот она сорвется перезарядка 4 патрона осталось нет она не взорвалась зря патрон потратил яду всех расстрелял по моему зомбари очистил райончик лутаемся по металлолому слава богу все о блин я думал алкашка будет зампорах какой-то открываем холодильник хотя он открыт странно ништяк только тут жачки но все утащить не получилось надо что-нибудь сажать сейчас например вот давай супчик сидит употребить сели супчик интересно холодильник тоже давно не работал наверно протухший был а я его съел как щас про срусь день в кустах рыбу 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 вот проверь нет там никакого тайника иначе по машине в багажнике ничего не нуждается в починке не нуждается в топливе отлично зачну уехать отсюда сможем на ней пойду до игрового автомата дойду посмотрю что там все патроны кончились патронов больше нет тряпку можно залутать или может чинить сожрать 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 есть стейк подожди давай моего потребим наверно в пищу пока есть возможность употребить и вот кукурузу сюда закинем то заберем пусто воду попить еще бы не помешало да попьем здорово игровой автомат я думал поиграть получится монетку кинуть и на что я надеялся электричество электричества то нет лады хотя бы микросхему забрали нам тоже нужны ну все я здесь все обыскал все зачистил пойдем тачку забирать и возвращаемся обратно поехали жаль нитро нет кстати а можно выпрыгнуть ее как бы нет не получается так чтобы она сама доехала форсаж пересмотрел а если толкать сейчас попробую толкать не она там как будто на ручнике стоит и вообще ничего никак но зато моя тачка повреждена зря это сделал и наверное то тоже повреждена ладно сейчас я в гараж все отгоню можно было бы одну тачку разобрать и за счет этих разобранных деталей апгрейдить вот эту сейчас мы это кстати узнаем металлолома же насобирали построить гараж готов сейчас бегаю за той тачкой и будем смотреть что здесь у нас в этом гараже привет малышка ну не такие серьезные повреждения на самом-то деле так что все будем смотреть что там в этом гараже мы можем намутить теперь у нас есть две тачки это очень круто смотрим персонализация как вот сюда подойти нужно здесь мы можем сделать ремонтный комплект а как апгрейдить тачку на подъемник ее загнать я подожди дай попробую на подъемник загнать типа типа о точно смотри-ка цвет я могу перекрасить ее черный черный короче оставлю он зачетно смотрится можно заматовать то есть матовая тачка будет мне вот этот оттенок больше нравится либо матовая вот такая черная либо вот так вот больше мне нравится что еще у нас есть main color second color это стекла что что-то не совсем понимаю чем и калорим еще неясно рим color колеса давай сделаем их красными хотя давайте тоже черными здесь я думал что вот это стекло но что-то как-то на стекло это не похоже а вот бочина то есть двойной оттенок ясно сейчас подожди фиолетовый сделаю теперь main color все теперь я понял как это работает пусть будет черным wealth то есть колеса а это вернуть колеса на стандартные то вот такие вот и вездеходные да можно купить вездеходные прикольно только единственное я не вижу сколько у меня бабла сейчас при себе как вы чего покупать непонятно и они окрасились смотри хотя я же черный их просила сделать в общем недоработки еще есть присутствует в общем как бы вот дальше обод а это все понятно это сами диски как будут выглядеть окей и пока что все на этом да видимо эту тачку обгрейдовать можно только так ладно выходим отсюда жалко конечно что колеса сейчас я обратно вернусь хочу колеса черный чу вы верните мне черные колеса не возвращает мне черные колеса но тогда мы может размеры изменим то тут можно размером фонари больше меньше больше да и побольше сделаем вездеходную тачку короче и оффроудные наверное колеса все-таки куплю вот пофиг 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 жалко конечно что обод не красить прям грустненько немножко все оффроудовская тачка у нас готова этот чувак чем у нас тут делает вся подойду к нему посмотрим и наверное будем закругляться на этом чувак покажи мне что у тебя есть а у него как обычно нифига нет бревна не хочет он лесорубом быть и приносить дрова в дом чего у тебя тут по идее пятью нифига бревен я здесь не вижу непонятно как это все должно работать я вроде бы топор ему дал все ему дал но чего-то видимо не хватает ну что на сегодня это все если понравилось то ставь лайк и подписывайся на канал чтобы не пропустить следующих роликов по этой игре здесь еще нужно построить ферму вон там что-то еще построить тут построить вон там построить короче еще поселение строить и строить и искать себе подопечных которые будут мне это поселение помогать содержать в общем увидимся в следующих роликах до встречи